Здравствуйте! В эфире Мысли вслух и я, Сергей Пономарев. Этой весной произошел настоящий коммунальный коллапс. Город буквально утонул в грязи. Некоторые горожане, устав от бездействия коммунальных служб, даже взяли на себя смелость пожаловаться главе государства. Тогда это дало эффект, но его, к сожалению, ненадолго хватило. С приходом лета ситуация поменялась слабо. Большая вода город покинула, но мусорные оазисы в Архангельске все же остались. То тут, то там они всплывают перед нашим взором. Это контейнерные площадки, которые практически в каждом дворе завалены мусором и крупногабаритными отходами. Почему так происходит? Почему и кто настолько не любит наш город, что равнодушно и хладнокровно накопил такие мусорные богатства? Жильцы тех самых многоквартирных домов? Вряд ли. Каждый из нас ежемесячно получает от управляющей компании счета на оплату коммунальных услуг. И большинство из нас их исправно оплачивает. А значит, каждый из нас вправе рассчитывать на то, что управляющая компания должна ответственно подходить к своей работе. Может быть, в городе не хватает предприятий, которые занимаются сбором и переработкой мусора? Тоже мимо. Их около 20. МУПСАХ – Архангельский мусороперерабатывающий комбинат, ООО «ДАРТЕ». Только эти три компании держат около 70% рынка. А еще есть более мелкие фирмы и фирмочки, которые по договору с управляющей компанией вывозят мусор из контейнеров. Может быть, они не дорабатывают? Вряд ли. Ведь управляющие компании платят им по итогам работы. А это значит, что эти предприятия заинтересованы в том, чтобы работать добросовестно и качественно. Остается последнее звено – управляющие компании. Ведь от того, насколько часто они заказывают вывозку мусора, и как тщательно они следят за состоянием контейнерной площадки, и зависит чистота последней. И именно тут действует старое, как мир, правило любого расследования. Ищи тех, кому выгодно. Управляющие компании реже заказывают вывозку мусора попросту экономят свой бюджет вопреки интересам жильцов. Однако в Архангельске, как и в России в целом, работает целая система надзорных органов от федеральных до местных. Это прокуратура, государственная жилищная инспекция, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, отдел муниципально-жилищного контроля, администрации городских округов. Всех перечислить трудно. Но тогда почему мы до сих пор снова и снова поднимаем этот вопрос, жалуемся и ищем виноватых? Та же прокуратура, кстати, часто охотно встает на защиту законных прав и интересов неопределенного круга лиц. А здесь-то круг заинтересованных лиц более чем известен. Это каждый из нас. Я, оператор, который сейчас стоит за камерой, и каждый из вас, уважаемые зрители, мы все оказались в заложниках у мусора. Почему же ни управляющие компании, ни надзорные органы как будто не замечают проблему? Неужели мы привыкли к ней? Неужели мы стали считать нормой то, что наши дети играют по соседству с горами старого хлама и отходов человеческой жизнедеятельности? Не хочется верить в это. Что же делать? Варианты решения проблемы есть. Во-первых, необходимо наладить жесткий контроль за исполнением управляющими компаниями их обязанностей. В этом заинтересованы и могут участвовать все, от жильцов до главокругов администрации города. Во-вторых, можно просто монополизировать этот рынок, передав уборку и вывоз мусора одному единственному муниципальному предприятию, работу которого тоже нужно будет строго контролировать. Печально, что в наше время высоких технологий мы пытаемся справиться с проблемой мусора в ручном режиме. Пора бы уже отходить от практики решения вопросов через жалобы президенту. С вами был Сергей Пономарев. Всего доброго.